Девушки отдыхают В кровати В чьей кровати? Ну а что с дурацкие вопросы, а? Просто я у тебя дома, а тебя здесь нет Ты у Светки, что ли? Угу, у Светки Алло, мам, да, все, я скоро буду Все, давай Светки А, Свет, привет Ну, наконец-то, как раз собиралась тебя набрать Только что твоя мать звонила Я ей сказала, что ты в душе Так что давай, давай, рассказывай Я думала, ты мне расскажешь Ну ты вообще нормальная? Ты вчера с Протасовым уехала Протасов, он мечта всех девушек в нашем городе Так тебе понятней? Протасов? Слушай меня, встречаемся через час с тобой у Ильи И все обсудим, поняла? А, ага Доброе утро Доброе Уже уходишь? Ну, да, я... Ирина Я Платон Угу Тебя провожу Тебе вчера в клубе стало плохо Я сразу же вызвал такси Ну, ты уснул Поскольку я адрес твоего не знаю Спасибо большое Как ты себя чувствуешь? Нормально Ой, я телефон забыла Сейчас приду Чёрт Чёрт Тихо Успокойся Слушай, я совершенно ни при чём Ну, вспомни хорошо Мы пришли вместе вчера Мы спали в одной кровати Ты всё время была рядом со мной Ты вообще ничего не помнишь? А если ты её дома, у его прихода? Тогда тебя бы здесь не было Или её Не подходи ко мне Дверь не заперта Я звоню в полицию Ну, всё Давай, звони Адрес тебе сказали Какой адрес? Мой Так, ты ещё полиции объяснишь Куда ехать надо Так Надо хорошо всё обдумать Неужели она здесь была Когда мы зашли? Нет Я точно помню Дверь была закрыта А, так Платон Давай я оставлю тебе мой номер телефона Ну, ты же будешь обращаться в полицию И здесь можно написать? Ага Свидетель, правда, из меня так себе А, соучастник тоже А, я могу пойти? Или я должна дождаться? Не, 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 не нужно Я уже ничем не поможу А перед встречей с полицией Неплохо подготовиться Всё, иди Я позвоню тебе, если что Иди Иди Я позвоню Я позвоню Ага Светочка, давай отменим от Илья Не, ну нормально Ты сама меня вчера умоляла Помочь тебе выбрать свадебное платье Ты что, не хочешь уходить от Протасова? Дело не в этом, просто Ну, конечно От такого красавца, как Протасову Любой башню сорвет, я понимаю Да он-то тут при чем вообще? Ну, знаешь Проснуться у самого завидного жениха в нашем городе Да еще и после собственной помолвки Я ничего не знаю Жду тебя в ателье, поняла? Ладно Настоящая новая карта Да я вижу Наконец-то Ой, здравствуйте Ну, Зоенька, давайте то, что нам с вами понравилось сначала несите Мы тут кое-что выбрали, пока тебя ждали Ты рассказывай Ну, не здесь же Ты что, замуж передумал? Нет, мне кажется, Юра передумает, когда я ему все расскажу Что ты не рассказывай? Да, отлично, начало семейной жизни Девочки Да Вот Ну как? Красиво Конечно, красиво Вам помочь? Да нет, мы сами, спасибо Зоя, пошли за мной Заходите Так я так и не поняла У тебя что-то было с Протасовым или нет? Нет Ну, тогда что ты собираешься Юре рассказывать? То есть, для тебя проснуться в чужой постели и не помнить, как ты там оказалась Это пустяк, да? Ну, это не пустяк, конечно Но, как бы, не конец света Ты вообще ничего не помнишь? Нет Это очень странно Мы выпили по два бокала шампанского А, еще был коктейль Наш шевчок угощал Пойдем уже отсюда Подожди, подожди Кажется, какой-то нам уже заинтересовался Девочки Знакомьтесь Добрый вечер Свет, очень приятно Латон, здрасте Ирина Здрасте Наверняка, что-то не так было с теми коктейлями Ты думаешь, что Протасов туда что-то подмешал? Ну, вряд ли это он Это шевчок Девочки, можно? А, да Покажитесь Какая красота А ну-ка, давайте пройдем к большому зеркалу Да классно Я даже думаю, что другое платье не стоит мерить Вы же сможете нам это подшить? Конечно Да? Конечно Ой, девочки, извините Любочка, здравствуйте Слушайте, дозвониться до вас вообще невозможно? Ну, клиенты Да ты что? С ума сошла? Ты знаешь, кто это? Кто? Это Бася Протасова Да ладно? Да Так что давай, ты, быстро переодевайся и валим отсюда А Зое я потом позвоню и скажу, ну, не знаю, что Не знаю, невеста все в расстройствах Да, и это будет единственный раз, когда тебе не надо ничего придумать Да-да-да Что с моим платьем? Недельки две понадобятся, чтобы довести его до ума Но я бы на вашем месте Да, на своем месте, а вы на своем Сама как-нибудь разберусь Несите, показывайте, что там Да, конечно Слушай, я так и не поняла, а почему мы из салона сбежали? Я подумала, что Фельмиша тебя выследила Решила перестраховаться А кто она такая, эта Фельмиша? Нет, слушай, сама по себе никто Нет, такая-то, богатеньких У нее папаша банкир, у них с Протасовым общий бизнес Вот он надеется, что когда нельзя этот бизнес-сенец смеет А Протасов? Ну, судя по всему, он не против Если мы встретили ее в свадебном салоне Ну, любая невеста завидная У нее преданное Нам и не снилось Ты что, хочешь сказать, что Протасов Альфонс? Нет, что ты Он сам хозяин своей жизни Невесту себе выбрал Я хочу сказать, что тебе ничего не светит Дура ты, Света Я не знаю, что мне с Юрой делать Ой, только не начинай, пожалуйста Я вчера уже наслушала Ой, красота Поздравляю, подруга Поздравляю Юрий, он, конечно, твой не романтик Звезд в небо не хватает Но зато надежный Бизнес у него свой Я за тебя спокойна Спокойна Ну, да, да Юрка, он хороший, хороший Он так ухаживал трогательно Просто Ну, я думаю Может, я поторопилась Ну, что опять? Ну, просто ты же знаешь, что я Не люблю его так Так, как надо Ну, как надо Как надо Зато надежно опять повторяю Такие вот браки, они самые прочные Потому что люди на влагах не летают И люди на вексе не устроят Понимаешь? Вот как я рада Вот, выдадим тебя замуж А потом я себе не хуже найду Что-нибудь еще? Не, спасибо Не, спасибо Хорошего вечера Мне кажется, ты лужу нашла Или он тебя нашел Ты вообще подумай Это же официант Ну, что? Что я не понимаю? Он всего лишь меня подвез до дома И то, это потому, что ты меня бросила Ладно, я знаю, что ты ненарочно Вот сейчас позвоню этому шевчаку Гаду И выскажу все, что о нем думал Можешь не напрягаться Вот он сам идет Слушай, только давай я вчерашним ни слова Ладно Девчонки! Приветик! Привет! Привет! Ну что, как вчера потусили? Нормально Да как? Ну как? Скучно было Никого знакомых нет Ты куда-то делся Ну и мы сразу по домам разъехались Обидно Ну, пардон Образовалась срочная деятельность Нужно было бежать Ну, я-то понадеялся, что Платон не позволит вам скучать Он меня просто умолял С тобой познакомить Я-то думал, вы с ним давни знакомые Нет Ты вообще в курсе, что она замуж выходит? В курсе, в курсе Он, кстати, еще с нашей подружкой встречался Ольгой Сипагиной Ольга, это та, которую похитили, потом нашли убитой? Да Жуткая история И что ты хочешь сказать, что вы с Протасовым тогда не пересекались? Нет Ты же знаешь, что мы с Ольгой друг друга не переносили Я общалась с ее сестрой Таней А после смерти Оля, она перестала со мной общаться И со мной, прикинь Ну, я тут узнал, что Танька развелась с мужем И отсудила у него дом и кучу бабла Таня? Да Всегда такая тихоня была Скажи Вот так Ты чего? Ты чего? Говорю Ничего, все, мне пора бежать Но Я тебя еще раз поздравляю с помолвкой Спасибо Кстати, а где у нас жених? А, он в командировке, сегодня вернется Ладно, девчонки, чмоки Чмоки Ой, а как таких людей земляносят, скажи Слушай, Ир, а убийство Ольги, его же так они не раскрыли? Ир, ты чего? Слушай, сегодня утро Мне кажется, я где-то ее видела Может мне пойти в полицию? В полицию? И что ты им скажешь? Что ты проснулась в незнакомой квартире? Почему не знаешь? На кухне лежит труп Откуда ты тоже не знаешь? Потому что ничего не видела и не помнишь Протасов, он человек со связями, Ира, он выкрутится, а вот ты нет А может он специально тебя в квартиру свою заманил, чтобы на тебя повесить убийство? Ну, тогда бы он сразу полицию вызвал А он меня практически выпроводил оттуда А вдруг он вообще не собирается полиции ничего сообщать? Ну, если я в новостях ничего не увижу, я тогда сама пойду Сама пойдешь? А если он будет все отрицать? Если он скажет, я ее не знаю, про труп тоже ничего не слышал Ни следов, ни имени убитой, ничего Я вспомнила, я вспомнила, где я видела убитую Таня, я тебя здесь подожду, ладно? Чего? Ладно, только подарок от бабушки Оля передам, это пять минут небольших Угу Ой, Танечка, здравствуй Здравствуйте Заходите, Ольга ждет вас Да, я быстро Это, это же Нина, домоработница Ольги, Танины сестры Ничего себе Получается, что Протасов ее знал, а сделал вид, что нет Она же, ну, работала у Ольги А Протасов встречался с Ольгой Значит, она могла о нем что-то знать И убийцу еще не нашли Получается, это он? Сейчас Да, мам Я что делаю? Со Светкой чай пью Да, тебе привет Тебе тоже отняю Нет, мам, не надо приезжать, я все успею Да, давай, давай, да, пока Я тоже тебя, пока, пока Да, у меня Юрка приезжает, мне надо ужин приготовить Иди домой, встречай Юру, только ему ни слова И веди себя, как ни в чем не бывало А я постараюсь что-нибудь разузнать Я побежала Пока, пока Алло Приветик, я около тебя, ты дома? Нет еще, но буду минут через десять А что случилось? Да нужно поговорить, тут кое-что нарисовалось Ты, конечно, можешь решить, что я спятил Дим, давай не сегодня У меня Юрка вечером приезжает Мне еще ужин ему готовится Слушай, я тебе помогу с ужином А ты мне поможешь выяснить, точно ли это она Ненормальный Здрасте, Тамара Степановна Ой, Рочка, здрасте, у тебя ж гости А ты только по магазинам пошла, что ли? Что, заранее не могла, что ли? Спасибо Да нет, за что, иди, скорей Дим, ты где? Я, конечно, рада, что ты решила отдать мне ключи Но не обязательно для этого прятаться Дим, это что такое вообще? Давай, вставай, уходи отсюда Дим, не смешно Ну а сейчас Юрка приедет, все Дим, не смешно Дежурный слушает Алло. Алло, говорите. Алло. Алло, Ира, что-то не сходится. Что не сходится? Не было Протасова в городе, когда похитили Ольгу. Говорят, он с ней уже тогда расстался и на месяц укатил в Европу. Света, мне сейчас некогда, у меня тут… Да понятно все, помню я. Мне тоже надо бежать. Ладно, короче, если что появится, я тебя наберу, давай. Давай. Ну все прекрасно, все замечательно, Иван Андреевич, как договаривались? Ну вот и замечательно, Платон Сергеевич. Я очень рад, что вы теперь с нами. Спасибо, я тоже. Простите, что в воскресенье. Ну что же, не понимаю, при вашей-то занятости. Ой, прошу прощения, Иван Андреевич. Да, я слушаюсь. Я перезвоню. Иван Андреевич, прошу прощения, я вынужден отклониться. Проблемы какие-то? Если что, буду рад помочь. Спасибо. Ловлю вас на слове. Обязательно воспользуюсь. Это что за дурацкая шутка про труп в квартире? Учтишь, шантажа я не потерплю. Это не шантаж. Я не про Нину. У меня труп Шепчука. Я не знаю, что делать. Говори свой адрес. Говори свой адрес. Ты узнала, что имя убитого в моей квартире женщина Нина? Ты была с ней знакома или наводила обо мне справки? Да нужно очень. И все-таки? Да я же дружила с Таней, с сестрой Ольги. И мы как-то приходили к ним в гости, там была Нина, ну… Она была ее домработницей. Ладно, про Нину поговорим позже. Где труп? В упор стреляли. Полиция вызвала. Так, давай спокойно, по порядку, расскажи все как было. Он позвонил мне и говорит, я стою внизу, жду тебя во дворе. Я прихожу, а его нет. И соседка говорит, у тебя гости. Я захожу, а здесь он. А он в квартиру как попал? Да у него ключи были, я ему оставляла, я просто в отпуск уезжала. Я попросила его, мне должны были кухни монтировать, я попросила его проследить. А обратно почему не забрал? Да потому что он не отдавал, потому что он под разными предлогами говорил, то он ключ забыл, то он там не может, еще что-то. Соседка, соседку как ты говоришь зовут? Тамара Степановна. Сейчас Юрка придет. А Юрка его вообще на дух не приносил, даже запретил мне с ним общаться. А если он это увидит сейчас, то… А Юрка это кто? Жених мой. Пожалуйста, придумай что-нибудь. Ну, боюсь, что придумывать что-либо уже поздно. Может, это не Юра? Это Юра. Ну, наверное, лучше открыть. Слушай, давай откроем, пока он не начал ломать дверь. Нет, а что я ему скажу? Постарайся его сюда не пускать. Пошел. Удастся выпрыгнуть со всем их, будет хорошо. Давай, иди, иди открывай. Успокойся. Давай. Привет. Привет. Ты что не открываешь? Да, я в ванной была и, ну, маску хотела сделать. Ты извини, я ужин не приготовила, я тебя к вечеру просто ждала и не спела. Я хотел тебе просто сделать сюрприз. И что ты мне подсказываешь, что мой сюрприз удался. Да. Добрый день. Платон Сергеевич? Стесняюсь спросить, что вы здесь делаете? Ирина позвонила мне, попросила помочь в одном, скажем так, щекотливом деле. Это в каком же? Ты что, Шевчук, что ли? Как тебя угораздило? Да это не я, я прихожу из магазина, а тут он… Так, стоп! Молчи. И вообще, меня здесь не было, никаких трупов я не видел, и кто и за что его укокошил, мне все равно. Да я же тебе объясняю, что мы здесь ни при чем, я пришла, а он здесь мертвый лежит. А где в это время были вы, Платон Сергеевич? А Платон Сергеевич в это время был на деловых переговорах? Кто бы сомневался? С вашими-то связями обеспечить себе ареби, сущий пустяк. Был на деловых переговорах, по-джентльменски примчался на помощь. Как благородно. Дорогая, может быть, у тебя тоже есть алиби? Впрочем, нет, молчи, не отвечай! Меня здесь не было! Подожди! 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 Ты что, бросишь меня в такой ситуации? Если пообещаешь молчать о том, что я был здесь, так и быть. Я подскажу телефон долгового адвоката. Похоже, свадьба отменяется. Сочувствую. И что нам теперь делать? Боюсь, что все-таки придется вызывать полицию. Видимо, твой жених не из тех, на кого можно положиться. Я позвоню своим адвокатом, я думаю, он нам пригодится. Только я тебя прошу, скажи мне честно, это не ты его? Конечно, нет. Значит, прорвемся. Странная история получается, Ирина Петровна. Вы с убитым всего лишь были приятелями, а при этом у него оказались ключи от вашей квартиры. Я же вам уже говорила… Да-да-да, я понимаю. Помогал вам с кухней. Хорошо. Ну, постарайтесь дословно вспомнить, что именно убитый сказал вам по телефону. Он сказал, мне нужно с тобой поговорить. Ты, может быть, подумаешь, что я сумасшедший. И потом сказал, мне нужно выяснить, точно это она. И после этого оборвалось. Ну, есть у вас какие-нибудь предположения, о чем он хотел с вами поговорить? Павел Аркадьевич, тут вот мамаша… Так, что тут происходит? Что тут делает полиция? Ира, где Юрий? Тамара Степановна сказала, что он поднимался к тебе. Вы не волнуйтесь так. Вы присаживайтесь, присаживайтесь. Простите, не знаю, как у вас по имени и отчеству. Анна Николаевна, мама Ирины. Очень приятно, Анна Николаевна. А меня зовут Павел Аркадьевич, следователь. Что же вы тут расследуете? Так что с Юрием? Простите, Анна Николаевна, а кто такой Юрий, о котором вы сейчас так тревожитесь? Что значит, кто такой? Это молодой человек Ирины, без пяти минут жених. Так что с ним? Ну, я думаю, с Юрием все в порядке. В отличие от гражданина Шевчука. Дима? Шевчук? Павел Аркадьевич, там медики спрашивают, тело уже можно забрать? Да. Им нужна ваша подпись. Я сейчас. Значит так, дамочки, никуда не уходим отсюда. Ирочка, я не поняла, что за тело. Мам, Шевчука застрелили. У меня. Ирина. Ирина. Я поняла, вы тут главный. Я хочу сделать заявление. Ирина здесь совершенно ни при чем. Это моя мама, Анна Николаевна. Анна Николаевна. Она здесь совершенно ни при чем, понимаете? Я понимаю, ваша дочь совершенно не обвиняет. А ее никто ни в чем не обвиняет. Анна Николаевна, послушайте, следствие во всем разберется. Но сейчас надо выполнить массу формальности. Я прекрасно понимаю ваши чувства. Понимаете, что она здесь не… Понимаю, понимаю. Вы тоже нас поймите. Следствие во всем разберется. Мы будем держать вас в курсе. Обязательно с вами свяжем. Осторожненько. Держите меня в курсе. Конечно, конечно. Мы вам обязательно позвоним. Да? Все будет хорошо. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Она сказала следователю, что Юра приходил. Соседка донесла. Ты лучше. В допросе расскажешь все, как было. Они ей не слова. Я пришлю адвоката. Вы свободны, Платон Сергеевич. Вас вызовут, если понадобится. Мне разрешите? Да, конечно. А мы с вами, Ирина Петровна, сейчас пройдем в отдел, где нас ожидает длительная беседа. А можно я переоденусь? Да, пожалуйста. Только быстрее. И все-таки, Ирина Петровна, а почему вы позвонили именно Платон Сергеевич Протасу? Я испугалась. И мне нужно было с кем-то поговорить, понимаете? Я маме хотела позвонить, но вы же видели мою маму. Ну да. Потом я думала папе позвонить, но он давно уже живет в другом городе, и мы особо не общаемся. В общем, я подумала, что я буду очень долго объяснять ему, что к чему. Ну и… И я не знаю почему. И позвонила Платон Сергеевич. Ну хорошо, допустим, что все так и было. А почему не своему жениху Сикорскому Юрию Федоровичу? Или вас с господином Протасовым связывают более близкие отношения? Никакие отношения нас с ним не связывают. Просто Юра был в командировке, и я его только к вечеру ждала. И поэтому днем вы договорились встретиться с другим вашим приятелем, Шевчуком Дмитрием Олеговичем, да? Да, я не договаривалась с ним встретиться. Я сидела со Светой в кафе, и он пришел туда случайно, понимаете? А потом он мне позвонил. Вы можете у Светы спросить, я же вам рассказывала уже. Да не волнуйтесь вы так. Конечно, мы всех порасспрашиваем. Конечно. Да. Павел Аркадьевич, там адвокат вот этой гражданки к вам рвется, Горшенин. Пропустить? Горшенин? Пропустить. Давай, пропускай. Проходите. Добрый день, Павел Аркадьевич. Добрый день. Сточек позвали? Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Ну то надо же, а, господин Горшенин, да еще в выходной день. Что поделаешь? Да, оказывается, непростая вы, барышня Ирина Петровна, непростая. Павел Аркадьевич, пожалуйста, ознакомьтесь. Это ходатайство о личном поручительстве и применении в качестве меры пресечения подписки о невыезде. Так. Значит, отношений с Протасовым у вас никаких, но позвонили вы почему-то именно ему, и вот над тебе, пожалуйста, его личный адвокат, тут как тут, да еще с поручительством от самого господина Протасова. Ирина Петровна, вы это как-то прокомментировать можете? У вас есть вопросы по существу дела? Если они у вас есть, моя клиентка готова на них ответить. Мне кажется, что ее личное отношение с гражданином Протасовым к делу отношения не имеет. Ну, это мы еще посмотрим. Я думаю, у следствия есть все основания для сдержания подозреваемой. Павел Аркадьевич, я что-то упустил? Следствие располагает непровержимыми уликами? Или, может быть, найдено орудие убийства с отпечатками моей подзащитной? Или, может быть, еще что-то? Ну, если нет, тогда вы сами понимаете. Спешитесь. Вот здесь. Вот здесь. И вот здесь. Ну, если хорошенько поискать, то мы найдем. Ну, идемте, Ирина Петровна. Не будем отнимать столь ценное время у следствия. Время, необходимое для поиска улик. До встречи, Ирина Петровна. Пожалуйста. Спасибо вам огромное. А сколько я вам должна? Ну, что вы. Я всего лишь делаю свою работу. Ну, могу передать слова благодарности Платону Сергеевичу. Или вы предпочитаете сделать это лично? Да, конечно. И по поводу оплаты моих услуг вы не беспокойтесь. Все оплачено. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Если хотите, я могу вас подбросить до дома. Нет, спасибо. Я с подружкой договорилась в кафе рядом встретиться. Ну, как скажете. Всего вам доброго. До свидания. Всего вам доброго. Алексей мне уже доложил. Поздравляю. Да, я хотела бы поблагодарить и спасибо большое. Мне кажется, что, ну, насчет адвоката будет правильнее, если я сама заплачу. Ну, давай обсудим это при встрече. Я готов подъехать, куда скажешь. Хорошо. Только можно и не сегодня? Я правда очень признательна, но отразительно себя чувствую. Ну, хорошо, как скажешь. Ты звони, если что. Какой ужас. Только утром сегодня с ним сидели здесь. Он, конечно, человек спорный был, но жалко. Ир, что он тебе по телефону-то сказал? Да, глупость какую ты сказал. Помоги мне разобраться, точно ли это она. Гадай теперь. Кто это она? У него полгорода знакомых. Хоть бы имя какое-то сказал. Я думаю, это все Протасов. Он его заказал. То есть? Ну, Шевчук что-то разузнал о Протасове. Ну, что такое. А подобраться он к нему никак не мог. Вот он решил вас познакомить и через тебя его шантажировать. А с какой бы стати я стала ему помогать? А кто бы тебя спрашивал? Он бы тебя шантажировал тем, что будет молчать. А ты ночью с Протасовым. И ничего не скажет Юрий, понимаешь? Ну, Протасов он все раскусил и пошел на опережение. Слушай, тебе бы только детектив писать. Ира, для тебя стараюсь. Извини, но просто тогда не сходится, понимаешь? Во-первых, о ком говорил Шевчук. Кто это она? А во-вторых, если бы Протасов был в этом замешан, зачем бы ему мне помогать? Свалил бы на меня эти два убийства и дело с концом. А, все это очень подозрительно. Ну, мне пора, так что пожелай мне удачи. Это что, тот вчерашний официант? Слушай, ну не всем так везет, а как тебе. И потом, ничто человеческое нам не чуждо. Тогда удачи. А я сейчас это… А, я заплачу. Иди. Да? Ну все, целую тебя. Давай. Официант, можно счет? Платон. Привет. Прости, боюсь показаться навязчивым, но просто очень хочется разобраться во всех этих убийствах. То есть? Может, в машине поговорим? Хорошо. Значит, ты решил заняться самостоятельным расследованием? Да. И я думаю, что мне понадобится твоя помощь. Пока это только мои догадки. Идея. Но мне кажется, что эти два убийства каким-то образом связаны. А значит, и найти разгадку мы сможем вместе. Знаешь, я думала об этом, но у меня пока вообще никаких версий. Версиями мы займемся завтра. Пока у нас есть более важное дело. Какое дело? Мы должны избавиться от трупа Нины. В смысле избавиться от трупа Нины? Ты что, не позвонил в полицию? Останови машину! Останови машину! Останови машину! Подожди, подожди. Выслушай! Просто выслушай! Открой дверь! Успокойся! Открой дверь! Подожди. Извини. Надо было тебе сразу все объяснить. Извини. Давай так. Я открою дверь. Ты дашь мне возможность все объяснить. Потом, если ты захочешь уйти, я не стану тебя препятствовать. Даю тебе честное слово, хорошо? Если что, я буду кричать. Договорились. Ты знаешь, что я какое-то время встречался с Ольгой Сипагиной. Ну да, знаешь, ты дружила с ее сестрой. Мы уже расстались на тот момент, когда с Ольгой произошли все эти ужасные события. Когда все это случилось, меня в городе не было. Но стоило мне только вернуться, следователь вцепился на меня, как клещ. Я искренне пытался помочь найти убийцу Ольге. Я думал, что важны все нюансы, все факты, все признакомства. Я даже не сразу понял, что он пытается выставить меня организатором этого убийства. Ну, естественно, никаких зацепок следствию найти не удалось, от меня отстали. Но, насколько я знаю, следствие до сих пор никуда не продвинулось. Поэтому заяви я в полицию о том, что убита домработница Ольги, да еще у меня дома. Ты сама понимаешь, ты ничего этого не знаешь, и то меня подозреваешь, а следствия никаких других вариантов просто не возникло бы. Ну, да. Теперь бы тебе точно не выкрутиться. А тело… В моем минивене. На парковке. И что теперь делать? Тело надо вывезти. Поздно ночью. Куда? К ней домой. У нее есть дом небольшой в пригороде. А откуда ты знаешь, где она живет? Я подвозил ее несколько раз. А у нее есть семья? Нет, она жила одна. Послушай, мы можем обсудить это. Ну, у меня дома за ужином. Не знаю, как-то я за весь день даже поесть не успел. Нет, ты пойми меня правильно, я не цинник просто. Я на голодное желудок вообще ничего не соображаю. Хорошо, а только я позвоню Светке и скажу, что я у тебя. Если что случится, то… Хорошо, звони. Правда, очень здорово, что ты пришла. Я очень рад. Да я уж поняла, спасибо. Так, я надеюсь, в этот раз он безалкогольный. Конечно. Точно? Точно, точно. Извините. Да? Да ты что, ты с ума сошла? Значит так, если завтра утром ты мне не позвонишь или не возьмешь трубку, когда я тебе буду звонить, то я сразу бегу в полицию. Так ему и передай. А, слушай, а тут, похоже, Фельмаша с рейдом. Иначе как Протасова твоего разыскивает. Спорим, это она сейчас ему звонит? Ага. Ладно, Свет, давай, завтра утром созвон. Давай, пока. Да. Ребят, а мне кажется, я тебя любил. А, это она. Протасова ищет. Да. А вот что, часто тут бывает? Ну, не каждый день, конечно. А вчера, вот вы не заметили, он был один из Шевчуков. Простите, пожалуйста, можно вас? Да. Пусть тебя привезти с Колой. С Колой. Спасибо. Ну, может хотя бы попробуешь? Зря. Между прочим, излучиваю ресторан в городе. А, или ты после шести не ешь. Просто нет аппетита. Может, ты беспокоишься, что я тебя попытаюсь отравить? Я просто жду, когда мы наконец поговорим о Нине. У тебя есть вообще какие-то версии? Как она могла здесь оказаться? Кто и за что мог ее убить? Да, погоди. Смотри. 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 Ты думаешь, это и есть убийца? Ну, вероятно. Между его приходом и уходом около пяти минут. А откуда у тебя вообще эта запись? С камерой. Добрый день в подъезде. Ну, пришлось повозиться, но зато теперь на видео нет ни тебя, ни меня, ни Нина с этим. Ну, я кое-что подчистил. Сам? Ты умеешь? Одна из моих компаний занимается охранными системами, и потом я по первому образованию технель. А всего их у тебя сколько? Компании три. Я про образование спрашивала. А, два. Второе юридическое. Кофе будешь? Кофе, да. Интересно, а зачем она приходила к себе так поздно? Ну, потому что она знала, что я затеял собственное расследование. Ей вся эта история с Ольгой тоже казалась очень странной. Получается, что она смогла что-то выяснить, об этом сразу же узнал убийцы, выследил ее и… А как они вообще к тебе попали? Ну, видимо, мы просто действительно не закрыли дверь. А она спасла то обстоятельство, что мы спали, как убиты. Спасибо Шевчуку. А за что тогда убили Шевчука? И почему ты думаешь, что два этих убийства свяжены между собой? Потому что я разговаривал с твоей соседкой, Домой Степановной. Она видела какого-то мужика в бейсболке, который выходил из твоей квартиры. Когда он ее увидел, он сказал кому-то, кто якобы находился в твоей квартире, пока, и сбежал вниз по лестнице. Она стояла около лифта и лица его не видела. Но, судя по почерку… То есть, если бы я вернулась домой на две минуты раньше… Ага. Ну, лучше об этом не думать. А, и вот еще что. Одно преступление я все-таки совершил. Скрыл улику от следствия. Это телефон Шевчука. И последний вызов перед тем, как позвонить тебе, был адресован Татьяне. Ну, не факт, что она взяла. Она после смерти Ольги вообще ни с кем не общается. Сможешь завтра это выяснить? Попробуй. Ой, полтора уже. Не надо ехать. Свет! А это правда, что Ирку подозревают, будто это она, Шевчука? Это кто тебе уже такой сказал? Ну, весь город гудит. О чем еще город гудит? Да ладно, что ты взялась-то? Сказали, что ее арестовали. Ее отпустили уже. И она свидетель. Так всем передай, кто интересоваться будет. А. Кость, если где что услышишь, сразу дай знать. Про Ирку? Да нет, про Шевчука. Кому Шевчук дорогу-то перешел? Да разве всех упомнишь? Он же почти каждый вечер только зависал. Свет, ну публика у нас крутая. Подопьют. Расслабятся. И готовы каждому первому встречному свои проблемы выкладываться. А глядишь, Шевчук, то одного охмуляет, то другого. А те ему душу свою изливают. А потом он против них эту инфу использовал, так? Ходили такие слухи. Ну, сама понимаешь, в прямую об этом никто не рассказывал. Правда, Иркин женишок недели две назад тут. Нормально так напуянил. За ты что? Видимо, Шевчук круто ему подгазил. А что подгазил-то что? Да ерунда это все. Это просто, Ирка Ирку приревновал и орал-то бог знает что. Я ему еще коктейль этот сделал, ну, свой фирменный, ну, который крышесносящий. А эффект от него сама знаешь какой. Да я-то знаю. Скажи, Олег, а ты был в курсе, что за пойло он нам подсунул? Может, ты его еще и попросил? Свет, Свет, ну ты что? Что ты творишь вообще? А ты что-то языком-то мелешь? Хочешь такую публику потерять? И работу тоже, да? Знаешь, кто ты? Помоги мне. То есть? Калитку открой. Закрой багажник, пожалуйста. Постарайся пойти же. Поехали. Повезло, что дверь со стороны двора была открыта. Поехали. Надеюсь, ее скоро найдут. Держи лекарство. Что это? Коньяк, чтобы снять страсть. Ну что, сейчас приедем лежать спать. А куда приедем? Ко мне домой. Мы же проводим совместное расследование. Значит, и держаться нам лучше вместе. Но о том, что я буду у тебя жить, мы не договаривались. А если убийца попытается наведаться к тебе снова? У меня безопаснее в любом случае. Он может так же прийти и к тебе. Ты не волнуйся, я на всякий случай сменил замки. Здесь вещи на первое время. Там зубная щетка, пару маяк и кое-что помелочи. Кстати, это наш с тобой альби. Если полиция заинтересуется, что мы делали сегодня ночью, дружно отвечаем, что мы ездили забирали твои вещи, потому что дома одна ты оставаться боишься. То есть, ты хочешь сказать, что ты даже не сомневался, что я соглашусь к тебе поехать? Я привык просчитывать все варианты наперед. Прошу. Прошу. Чем завтра займемся? Ты попробуешь дозвониться до Татьяны. Узнаешь, разговаривала нашим чеком или нет, если да, то о чем. У меня завтра важные дела, я уеду рано. Будеть тебя не буду. Держи. Вернусь после обеда. Мне вообще-то тоже на работу надо. Ты не можешь отпуск взять? Ну, этим я и хотела заняться. Ну и прекрасно. Встретимся после обеда, обсудим дальнейшее наше дело. Так, спать лежишь в спальне, где ванная комната, ты уже знаешь. Все. Держи. Спокойной ночи. Я лягу здесь, на диване. Так, только очень прошу тебя, пожалуйста, никакой самодеятельности. А чего ты раскомандовался? ПЕСНЯ ПЕСНЯ ВСКРИЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 А ты чё, новая домработница? А Платон Сергеевич где? Не знаю, а у меня не отчитывается Слушай, выпроси тогда Свет, привет! Все хорошо, я жива Значит, хорошо, я вообще не уверена А что случилось? Мне Юра с утра пораньше звонил, орал, говорил, что уволит тебя Только я не поняла, почему он мне звонил, а не тебе Видимо, он боится, что если будет со мной общаться, его запишут в соучастники Давай ты больничный возьмешь на несколько дней, пока он не успокоится? Ну, конечно, буду я теперь прятаться от него Я уже в офис еду А, да, давай там договорим Давай Наконец-то Он уже здесь, он злой, он тебя спрашивает Ну, ничего, позлиться и перестал В смысле? Ир, ты чего? Ир, ты увольняешься? Сначала в отпуск уйду и за это время подыщу что-нибудь Так, давай, погоди, давай ты просто сейчас возьмешь отпуск Время пройдет, он успокоится, вы помиритесь, все будет хорошо Да не хочу я с ним ни мириться, ни работать, ни замуж за него идти Я же просил не вмешивать меня в эту историю с Шевчуком Ну, неужели трудно было тебе промолчать? Отпуск с последующим увольнением? А знаешь, ты права Вряд ли мы сможем делать вид, что между нами ничего не произошло Можешь ответить Алло Алло Что ты хочешь? Дело сделано, бабки гони, как договорились Я перезвоню Ир, если ты вдруг захочешь вернуться, мало ли что Средство, я думаю, уже закончится к тому времени Я заявление твое сам бухгалтирую, Денис Алло Ну, договорились, я же сказал После семи сегодня вечером в кафе-бюргер Все Да ладно, и кольцо забрал Вот урод Ну, урод вообще Это все к лучшему, Ира Вот найдем тебе круче, слышишь? Хочешь, сегодня после работы к тебе зайду? Слушай, Свет, я пока у Протасова поживу Чего? Нет, нет, ничего такого Мы решили расследовать Ну, все сами Нам кажется, что эти два убийства Нины и Шевчука, они как-то связаны между собой Совсем забыла Вчера Олег рассказал, что Юра на днях орал, что разберется с Шевчуком Прикинь Когда это было? Он не успел договорить, когда это было Потому что его кости перебило А потом, в общем, я психанула и ушла Не знаю Вы поссорились, что ли, с Олегом? Да нет, неважно Но разговаривать я с ним не буду, даже не проси Ну, Свет Ну, что? Эти глаза? Хорошо, ладно Напишу ему смс, что мы с ним встретимся через час в нашем кафе Придешь ты и обо всем распрощишь Спасибо тебе, дорогая Я же говорила, прибежит как миленький Через час у тебя встреча Все, спасибо, пока Удачи Пока Ира! Да я тебя везде ищу Я даже в полиции была Зачем? Ну, как зачем? Требовать, чтобы тебя отпустили Мам, да меня вчера еще отпустили Ну, а матери-то, конечно, не удосужилась сказать Я утром прихожу, а мне Тамара Степановна говорит Как вечером тебя забрали, так ты и не возвращалась И что мне делать? Что мне думать? Мам, ну, извини, вчера уже было поздно звонить Я хотела утром и замоталась, ну, прости А ночью ты где была? У Светки Как опять? Ой, Ирочка, здравствуйте Как хорошо, что я вас встретила А, я здесь на примерке была Здрасте, это мама моя Здравствуйте Так что вы решили насчет платья? А Света вам не звонила? Нет Ну, оно так и висит все в булавках Так когда у вас свадьба? Нам надо время, дня три, чтобы его довести до ума Ира Ирочка, неужели Юрий сделал тебе предложение? Господи, у нас будет свадьба Я правильно поняла, это ведь свадебное платье Да, мам, это свадебное платье, но свадьбы не будет Извините, Зоя, что мы сразу вам не позвонили Ну, платье больше не понадобится Спасибо Спасибо Я все поняла Ну что ж, всего доброго До свидания До свидания Ира, вы что, расстались с Юриной? Да Это из-за этого ужасного происшествия Знаешь, я пойду с ним поговорю Нет, мам, не надо с ним разговаривать Почему? Ну, потому что это я так решила Все, мамуль, давай, все Давай, все, пока Привет Извини, что опоздала, пришлось с мамой разбираться Да Ой, ты Свету ждал? Она просила извиниться, не сможет прийти Ясно Олег, мне нужно поговорить с тобой Я даже догадываюсь о чем, точнее о ком Ты с Шевчуком дружила? Ну, знаешь, мы в институте вместе учились, но в последнее время мало общались А за Юрия замуж собираешься? Если честно, я не понимаю, зачем тебе все это теперь нужно раскапывать Замуж уже не собираюсь Следователь думает, что я причастна к убийству Шевчука и мне нужно во всем разобраться Понятно Мутный он тип Кто? Да что Шевчук, что Юр какой Правильно, что замуж за него передумала Ну, хорошо Слушай, но я тебе ничего не говорил Да-да Одно время они к нам вместе часто заглядывать стали Прямо как закабличные друзья Они для любви, а за... Ну, ты понимаешь, да? Вот ответь мне, ну не сволочь он, а Зерункова Слышь, я про этот актендер первый узнал Взял ему с дуру и рассказал Он говорит, ну, давай я тебе, говорит, помогу там Документы сделаю Я дурак, что повелся, потому что бесплатно, понимаешь? А он взял, слышь, информацию конкурентам моим слил Я туда бабла вложил Вот, а че ты смотришь, а? А вот ты мне не веришь, да? Верю Не я буду, если эту сволочь не урою, понял? Не веришь мне, что ли? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Не надо договариваться Как это? Ну, я подхожу обслужить, они замолкают Юрка прям повеселел как-то В общем, странная история Да Да Ирин А Света, она что? Она обиделась на меня, что ли? Между прочим, у нее обид через полчаса Она обычно ходит в кафе напротив офиса Спасибо Спасибо тебе Тебе спасибо Ну, то есть, ты в самом деле считаешь, что Юрий мог заказать убийство Шевчука? Нет, мне кажется, он не мог на такое решиться Если бы хотел расправиться с Шевчуком, то придумал бы какой-нибудь другой способ А что за история с Тендером? На самом деле, подробностей я не знаю Юра со мной особо не делился, я только помню, что он очень психовал из-за того, что деньги ему не достались Но я тогда не сопоставила, что именно с этого момента они с Шевчуком перестали общаться А теперь все сходится Ну, хотя бы теперь понятно, почему он вчера так переполошился Когда полиция узнает, а они рано или поздно обязательно узнают, что он угрожал убить Шевчука Они возьмутся за него всерьез и начнут проверять всех знакомых Сегодня, когда я была в офисе, Юре кто-то позвонил и сказал очень странную фразу Дело сделано, гони бабки, как-то так Интересно, как бы нам узнать, кто ему звонил? Так Юра назначил ему встречу сегодня после семи в кафе Бюргер А, ну прекрасно, нам надо туда наведаться О, Ирочка, уже приехала, ой, как я рада Да, здравствуйте, Тамара Степановна, да мы только за вещами заехали Как за вещами? Это что же? В тюрьму, что ли? Тамара Степановна, вы, пожалуйста, не волнуйтесь, пожалуйста Ира просто какое-то время поживет в другом месте Вот так, я же говорила вам, что она-то позже, позже пришла А он-то там, это тип, он уже крутился там вовсю Ой, я не разглядела, господи, это из-под кепки лицо его Тамара Степановна, скажите, а вы не разглядели этого, который в кепке? У него волосы какого цвета? Не рыжие? Ой, чего там разглядишь-то из-под козырька Ну, думаю, что светлые, не рыжие, не рыжие, рыжие я бы как-то углядела Спасибо, спасибо вам большое, вы нам очень, очень помогли В бюргер приедем часам к шести Надо будет осмотреться, выбрать место где-нибудь в углу Где Юрий? Не сможет нас видеть Да, а что с Татьяной? Тебе удалось с ней поговорить? Нет, я оставила ей сообщение на автоответчик, но она пока не перезвонила Ну, может попробовать еще раз? Я же тебе говорила, что она ни с кем не общается после смерти Ольги Я думаю, что и Шевчукова тогда не ответила Ну, нам надо знать это наверняка До встречи в бюргере еще три часа А она где живет? Поселок загородный, там еще рядом гольф-клуб А, так это полчаса, едем Но ты же сам говорил, что она не хочет с тобой встречаться Я думаю, что и мне она тоже не очень будет рада А я ей не буду заходить, я в машине подожду Давай обсудим, о чем тебе надо будет ее расспросить Да, и ненароком постарайся расспросить про Нину, вдруг она приходила Угу Иду Вы к Татьяне Витальевне? Да, я Ирина, ее подруга, мы учились вместе А она дома? Она дома, но она не предупреждала, что вы придете Я просто мимо проезжала и захотелось зайти повидаться Ну ладно, проходите Татьяна Витальевна, к вам пришли Татьяна Витальевна, к вам пришли Том, если что-то понадобится, я позову Я тебе вчера сообщение оставляла на автоответчик, просила перезвонить Извини, я не заметила А Варвара уволилась, да? Да, уволилась У нее внучка родилась сразу После Олиной смерти Ты прости, я до сих пор не могу привыкнуть Знаешь, живу как И во сне сама не своя Ну, еще бы Говорят, что у близнецов связь намного сильнее, чем между простыми братьями и сестрами Да, наверное О чем ты хотела поговорить? А ты Дима Шепчука давно видела? На Олиных похоронах Я же говорю, я дома сижу, нигде не бываю, ни с кем не общаюсь И он не звонил тебе вчера? Не знаю У меня весь день телефон был выключен А что? Его вчера убили И ты приехала мне об этом рассказать? Нет, я хочу выяснить Зачем? Потому что его убили у меня дома Вот как? Да, но меня там не было Но они все равно подозревают тебя К счастью, уже нет Они нашли убийцу? Пока нет Есть только описание внешности, никаких особых примет Так что, думаю, что его не найдут К тому же, он мог быть простым исполнителем Ты считаешь, что он мог кому-то так напакостить, что его заказали? Ну, между нами Шевчук никогда не был ангелом Это точно Так почему ты решила, что он мне звонил? Мы просто с ним вчера виделись и вспоминали о тебе Вот я и подумала То, что следователь что-то раскопает, я не верю Олиных убийц ведь до сих пор не нашли Да Да Мне Мне говорили, что Такие преступления Часто остаются нераскрытыми Прости Я, наверное, лучше пойду Да, я провожу Я недавно Нину видела Нина А, это та, которая Оля убиралась? Ну и что? Ну, она переживает очень Говорит, что все странно как-то, следствие закрыли Ты знаешь, она вообще поговорить любит Странно мне, странно ей это откуда знать Оля в последний месяц у меня жила Она очень поддержала меня во время развода Ты, наверное, знаешь, мы на ней очень ладили В детстве, вот в последний месяц Прям с душа в душу жили Очень сблизились Ты прости меня, правда, очень Я не могу об этом говорить Ну, ты меня прости Я поеду Да, если про Димку что-то будет известно, сообщай Конечно Ну давай Ну что, удалось что-нибудь выяснить? Нет ничего Шевчук не звонил, ну или не звонил, потому что у нее телефон был выключен и она не знает Про Нину говорит, что она болтушка и знать ничего не может, потому что за месяц до убийства Ольга переехала жить к Тане и с Ниной они больше не общались Странно Нина говорила, что несколько раз к ней наведывалась Знаешь, Таня так изменилась, мы же с ней здесь содружили, а тут Ну, совсем другой человек, какая-то и не живая Видимо, так и не оправилась от смерти сестры Да Задачка с тремя неизвестными А кто третий? Да тот, кто придет сегодня на встречу с Юрием Отличный обзор Мне из-за тебя вообще ничего не видно Главное, что тебя не видно, нам же Юрия не надо спугнуть Что-нибудь выбрали? Готовы сделать заказ? А что ты будешь, милая? А можно мне вот это, это и кофе капучино и минералки А мне будьте добры вот этот стейк и овощи на пару Я могу забрать меню? Да, Рада Тебе не кажется, что ты переигрываешь? Отнюдь Пришел с красивой девушкой в ресторан Со стороны, согласитесь, похоже на свидание Но мы сюда не за этим пришли Ты смотри, что там происходит О, пришел кто-то Кто там? Сейчас, подожди Ну что? Слушай, а ты видел когда-нибудь этого Рыжего? Нет Интересно, за что он ему деньги передал? Как раз попробую это выяснить Оставайся здесь, дождись пока уйдет Юрий Я прослежу за Рыжем Я с тобой Не-не-не-не, встретимся дома, это исключено Это может быть опасно Али, Свет Да, привет Мне из-за тебя пришлось с Олегом помириться Вот и отлично Давай, предлагают праздновать прямо сейчас Приходи, я в бюргере Давай скорее только, сейчас уже горячее принесут Давай Угу Алло Да, привет, это я Да, я подхожу уже Выходи, да Да, принес Да все принес Не волнуйся, выходи, да Угу Привет Привет Все в порядке, он меня не заметил Я видела Что происходит вообще? Ну, у нас с тобой ужин, а у Юрия тоска по пухлым конверту, который он только что отдал какому-то рыжему типу С деньгами? Я думаю, да Тогда представляю, как Юра сейчас колбасит Что ни говори, а деньги он любит больше всего Что за тип? Не знаю, Протасов пошел узнавать, а я сижу тут как приклеенная, чтобы Юру не спугнуть Ему он уже третий бокал пива приносит Неужели это он, Дима? Да, конечно И решил встретиться в людном месте, чтобы передать деньги за убийство Знаешь, этот рыжий он скорее похож на шантажиста, чем на убийцу Послушай, я все поняла, все сходится Юра сделал тебе предложение, но было же такое в его прошлом Ну, что ты никогда не должна была узнать Ну вот, Шевчукова шантажирует Что ты улыбаешься, он заказал Шевчука Ну, потом следующим будет этот рыжий В тебе погиб великий фантаст Только вчера ты еще говорила, что Протасов маньяк Теперь ты уже говоришь, что это Юрий Я надеюсь, у тебя вне подозрений? Нет, вне подозрений, я вообще-то пытаюсь помочь, правда Привет! Привет! Ну что, ты готова? Я на такси Да-да, поехали с нами в кино? Нет-нет, я здесь останусь, мне Протасов сказал, здесь сиди Слушай, я тебя умоляю, Юра столько выбил, ты сейчас пройдешь мимо, он не заметит Ну да А еще он, когда пьян, очень разговорчивый Слушайте, вы идите, я здесь останусь, ладно? Все нормально? Точно? Пойдем с нами Нет-нет, не надо Ну смотри, позвоним после Платон, поговорим? Люба, давай не сегодня, а? Платуш, я тебя уже три часа ждала А на звонки ты не отвечаешь. Я предупреждал, что эти дни буду немного занят. Ну, сейчас-то ты свободен. И потом до папы дошли какие-то слухи, что ты непонятным образом оказался на месте преступления. Хочешь поговорить о своем папе? Нет. Я хочу поговорить о нас. Ну, хорошо. Давай поговорим. Ну, не на улице же мы будем разговаривать. Может, ты меня домой пригласишь? Может, мы перекусим тебе? Ну, на твое усмотрение. Романтический ужин? Пойдем. А куда мы идем? Ирина, какими судьбами? Бериться пришла? Нет. Пришла узнать, что за услуги тебе оказывает этот рыжий. Ты уже решил меня шантажировать? Ну, почему же? Так, узнала, что ты грозился убить Шевчука. Думаю, что полиция скоро тоже станет об этом известна. Может, лучше признаться? Признаться в чем? В том, что я идиот? Когда Шевчук кинул меня с этим тендером, что я с пьяну повелся на обещание Рыжего, чтобы он разобрался с ним? Да ни о каком убийстве... Ни о каком убийстве и речь не шла. Тогда за что ты мне заплатил? Потому что он меня шантажирует. Дескать, мол, он забудет все мои угрозы в адрес Шевчука. Он-то, понятно, ни при чем. Но я же мог нанять кого угодно. Бред, конечно, но надо же было мне так вляпаться. То есть, получается, я плачу одному шантажисту за смерть другого шантажиста. А что, Шевчук тебя тоже шантажировал? Поверь мне, Шевчука еще та сволочь была. Слушай, мне кажется, ты сам рассказал ему про тендер, а он просто воспользовался ситуацией. Вот только не надо его вот в ангелы записывать, да? Все вот эти похищения, по слухам, были непосредственно с его участием. Какие похищения? Ты о Ольге Сипагиной? Официант, счет! Юр, лучше скажи. А ты что, следователю пожалуешься? Нет, думаю, следователь скоро сам тебя вызовет. Ладно, слушай. На самом деле, похищений было несколько. Просто все остальные, кроме Ольги, остались в живых. Ничего себе! Как, Зак, а почему мы-то об этом не знали? Ну, потому что мы с тобой в эти круги не вхожи. Похищали подружек, богатых бизнесменов и, ну, заранее рассчитывали на то, что никто из них в полицию не пойдет. И Юра считает, что за всем этим стоит Шевчук, так? Точно он не знает, но слухи такие были. Ну да, это похоже на правду. Дима, он всегда знал, кто с кем спит и все такое. А имена, имена он какие-нибудь и назвал? Нет, имен никаких не знает. Ну и что тогда толку? Ну, может быть, Протасов попробует все разузнать. А он же наверняка знаком с нашей элитой. Знаком. Как минимум с Фельдманшей знаком. Слушай, а что тебе удалось это Фельдманша, а? А что ты так психуешь, я не поняла? Ты что в него, влюбилась? Ой, ну не придумывай ерунды. Все, Свет, давай, пока. Давай. Ну ладно, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Так сладко спала, я не стал тебя водить. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро. 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 Иван Андреевич, Добрый день, приветствую. Познакомьтесь, пожалуйста, Ирина. Очень приятно. Взаимно, но, Платон Сергеевич, мы же договаривались. Алексеевич, под мою ответственность. Присаживайтесь, сейчас принесу. Я не командую и не считаю себя главным, но я прошу тебя, приедь, если ты что-то задумаешь или куда-то соберешься, обязательно говори мне, хорошо? Договорились, но только если ты тоже будешь соблюдать это условие. Что еще говорил Юрка? Вот, у вас есть пять минут, как закончите, позовете. Угу, спасибо. Ух ты. Становится все интереснее и интереснее. Где ты, говоришь, работал Шевчук? Руководителем юридического отдела в небольшой компании. Не думаю, что ему столько платили тут. Около двухсот тысяч евро. Красота какая. Так-так, не трогай, не трогай ты что. Полиция наверняка будет проверять отпечатки пальцев. Иван Андреевич! Можно забирать? Угу. Взгляните только в такую красоту, а? Когда еще такое придется? Да, как говорится, вещь уникальная. Да уж. Видели у кого-нибудь такого? Нет. Такого раз увидишь, не забудешь. Иван Андреевич, а не было такого, что кому-то из ваших клиентов срочно понадобилась крупная сумма денег? Угу. Нет, не припомню. Вот теперь можно забирать. Спасибо. А как насчет справки-то, Иван Андреевич? Сейчас только это отнесу. Угу. Что за странный вопрос про деньги? Просто Юрка вчера сказал, что кроме Ольги были другие похищения. Похищали любовниц крупных бизнесменов. И Шевчук мог быть в этом замешан. Жаль, что ты мне раньше не сказал. Ну, не было возможности. Судя по тому, что мы сейчас увидели, вполне похоже на правду. Я думаю, Жулебов что-то может знать. Я попробую его разговорить. Давай, я внизу подожду. Мне кажется, что с тобой будет более откровение. Угу. Алло, Свет. Привет. Как дела? Привет, привет. А ты что, шепотом говоришь? У нас тут следователь, прикинь, допрашивает Юру по поводу Шевчука. Видимо, ему кто-то стуканул, что Юру грозился убить Диму. Ну, слушай, если верить твоему Олегу, то Юрка там на весь ночной клуб бушевал. Думаю, было кому доложить. Точно, я забыла, ты права. А ты как? Нормально все, потихоньку. Слушай, я хотела это, спросить насчет Протасова. Просто я его вчера видела в клубе с фельдманшей. У вас как бы это роман? Слушай, у нас с Протасовым просто деловые отношения. Свет, давай я тебе перезвоню, ладно потом? Некогда. Пока. Вот выписка по счету, информация об аренде ячейки. Ага. Только уж никому, пожалуйста. Спасибо, Иван Андреевич, не обеспокойтесь. Это хорошо. Чем могу еще быть полезен? Иван Андреевич, а вы ничего не слышали о похищениях с целью выкупа? Иван Андреевич. Я слово давал? Все между нами. Хорошо. За Раеву Святославу Владимирович перед дом годом потребовалась крупная сумма денег. Сколько? Три миллиона. Для него это почти ничего. Но дело было тридцать первого декабря. И как он сказал, у него не более двух часов. А для чего не объяснил? Я не спрашивал. А вы думаете, покойный Шевчук имел к этому какое-то отношение? Пока не знаю. Спасибо, Иван Андреевич. Ну что? Ну что, твоей интуиции можно позавидовать. Жюль его сдал мне за Раева, только умолил не выдавать. Ему перед Новым годом зачем-то понадобилось срочно три миллиона. На встрече с Зараевым я уже договорюсь. Так что… Сейчас. Алло. Да, Тань, привет. Привет. Решила к тебе заехать. Ты дома? Дома еще нет, но скоро буду. Дождешься? Да, конечно. Давай. Таня звонила. Она ждет возле дома. А вы договаривались? Нет. Она вообще вчера была не в настроении. Не знаю, может вспомнила что-то. Хорошо. Поехали. Не, я, наверное, на автобусе поеду. Не хочу, чтобы она нас вместе видела. Только будь на связи, пожалуйста. Ага. Угу. Ты, значит, разобраться хочешь? А кто тебе сказал про похищение моей любовницы? Про их рядел, про ушлое. Ну, в общем, было дело так. Зазвонил мобильный. Вот я поднял. Мужик какой-то говорит. То ли через платок, то ли через какое-то устройство голос дребезжащий не определишь. Угу. Потребовал выкуп. Мы как раз женой в аэропорту были. Посадку объявили. Я рванул. Зуна поняла. Любовница. По итогу мы расстались. Вот. Сочувствую. Так, к этому дело шло. Альбина, которую похитили, так и не видела, кто это сделал. Так что деньги мы пометили, но они нигде не всплыли. Наверняка действовала целая банда. И наверняка в их банде был наш человек. Потому что знали даже номера телефонов. А Шевчук, ты зря на него думаешь. Шантажист он отменный, но на это дело он бы не пошел. А откуда такая уверенность? Ну, во-первых, он привык действовать в одиночку. А здесь наверняка сообщник нужен. Во-вторых, я думаю, что он достаточно денег получал от шантажа. Зачем ему рисковать? Ну, во-первых, деньги лишними не бывают. А во-вторых, ну адреналин, риск. Нет. Он трус. Он всегда выбирал себе жертву. А тут мне он не стал бы делать пакости. Потому что, узная я, кто это сделал, живым бы закопал. Ну, хорошо. Допустим, ты меня убедил. А скажи, а с девушкой-то можно встретиться? Да ради бога. Мы с ней давно расстались. Телефончик, кстати, у меня должен быть. Альбина – это я. Ир! А, привет! Привет. Извини, что заставила ждать. Да ничего страшного, я же не предупредила. Это твоя машина? Ну, да. Не знала, что ты водишь. Ну, пришлось научиться. Знаешь, живя за городом, без машин никуда. А, ну, пойдем, что мы стоим. Пойдем. Заходи. Мам. Что случилось? Почему ты здесь? Здравствуй, Танечка. Здравствуйте. Странный вопрос, мам. Я здесь живу, вообще-то. Ну, благодаря Тамаре Степановне весь дом знает, что с некоторых пор ты живешь в другом месте. А я, как всегда, об этом узнаю от посторонних. Таня, садись. Мы на секундочку с мамой сейчас. Мам, я не говорила тебе, чтобы ты не беспокоилась. Так, а я не беспокоюсь, потому что Платон Сергеевич лично пообещал, что не спустит в тебя глаз и не оставит тебя одну. Кстати, где он сейчас? Почему ты одна? Мам, ну, он привез меня и заберет меня после. Нам с Таней просто нужно поговорить, понимаешь? Ну, беспокойся. Только благодаря Платону Сергеевичу я прощаю тебе твое тотальное невнимание ко мне. Передай ему, что я очень признателен. Передам. Мам, неудобно. Таня ждет. Ну, хорошо, хорошо. Я ухожу. Ну, хорошо, Юрочка, я ухожу. До свидания, Таи. Пока, мам. Пока. Сделанным чаю, да? Ира, извини, пожалуйста, я просто случайно подслушала. Это… Это… Платон Сергеевич, это что, братас? Вот вам адрес и телефон. Если нужна помощь, обращайся. Я понимаю, что денег уже не вернуть. Но хотя бы наказать этих придурок, чтобы они знали, на кого посигнули. А, вот еще что. Скажи, ты не знаешь, кому могла принадлежать эта вещь? Что? Откуда она у тебя? Ну, скажем так, это с некоторых пор хранился у Шевчука. Действительно, смешно. Что? Все-таки Шевчук меня поимел. То есть? Дело в том, что эту вещь я подарил мадам Бурделько. Между нами яд развелся, а она до сих пор замужем. Это уникальная вещь. Известный ювелир. Стоит запредельных денег. Но я тогда был страстно влюблен и подарил ей это жерелье. Через три месяца, правда, мы расстались. Я перекрестился. Она швырнула мне в лицо все мои подарки. Хотя я ждал, что она вернет мне ежерелье и намекнул на это. Но, увы, получил вместо этого фиг. А сейчас, оказывается, она все-таки с ним рассталась. Интересно, на чем я все-таки подловил Шевчук? А это уж тебе карты в руки. Я думаю, что Ирина Михайловна будет в восторге от вашей встречи. Ирина Михайловна, ты хоть понимаешь, с кем ты связалась? Тань, я понимаю, что ты считаешь его виновным в смерти Ольги, но поверь мне, он хочет найти убийцу так же, как и ты. Почему ты ему веришь, Господи? Ты что, давно с ним знакома? Так получилось, что мы познакомились накануне смерти Шевчука. И он очень помог мне, когда меня хотели задержать, как подозреваемую. А ты не думаешь, что это он заказал Шевчука? Зачем бы он мне тогда помогал? Я не знаю. А зачем по-твоему? Просто он думает, что эти два убийства связаны между собой, Дима и Ольги. Глупость какая-то. Тань, он правда до сих пор переживает из-за ее смерти. И пытается докопаться до всего сам. Он пытается замести следы. Ты пойми, полиция тогда не нашла улик, но я уверена, что он причастен к смерти Оли. Мне кажется, ты ошибаешься. Садись, все готово. Так, Сахар. У вас роман? Нет, конечно. Просто пытаемся разобраться во всем сами. Садись. Ира, я очень тебя прошу, пожалуйста, держись подальше от Протасова. Ты пойми, он бросил Олю, как только у него появилась богатенькая невеста. Да и тебя он точно так же подставит, если ему будет от этого хоть какая-то выгода. Тань, я понимаю, что ты переживаешь за меня, но мы во всем разберемся. Какие у вас версии? Сейчас, извини, секунду. Да. Поговорил с Зараевым, пояснил телефон Альбины, его барышня бывшая. Но об этом после. Мне сейчас Рита позвонила, моя домработница. Сообщила, что Нину обнаружили. Как? Кто? Оказывается, Нина сдавала комнату дальнобойщика. Он вернулся из рейса, пришел домой, но дальше понятно. Она сказала, что он только что позвонил, едет забирать свои вещи. Его нужно перехватить. Ты сейчас дома? Отлично. Тогда я еду к тебе, минут через пятнадцать буду у тебя. Я остановлюсь углом. Хорошо. Проказ? Ты мне о версиях так не рассказала. Мы пока проверяем кое-какую информацию. Какую же? Юрка вчера… Юрий Сикорский, мой начальник, помнишь? Угу. Вот, он недавно потерял очень крупную сумму денег из-за Шевчука. Очень на него разозлился и прилюдно грозился его убить. Ну, в запале. Угу. То есть, он у вас главный подозреваемый? Уже нет. То есть, следствие зашло в тупик? Нет. Сам Юра и подкинул другую версию. Оказывается, что кроме Ольги были еще похищения. И в этом как-то замешан Шевчук. А почему тогда об этих преступлениях ничего не было слышно? Может быть, Юрий таким образом пытается отвести от себя подозрения? Нет. Просто похищали подружек очень богатых, но безнадежно женатых. И им было проще заплатить. Ну, чтобы об их романах никто не узнал. Поэтому ничего и не слышали. Зря я тебе, наверное, все это рассказала. Нет. Все нормально. А откуда Юрий знает обо всех этих похищениях? Я как-то не догадалась спросить. Ладно, я, наверное, пойду. Хорошо. Хорошо. Тань, а ты зачем приходила-то? Неважно. Потом поговорим. Уже забыла, как моя дверь открывается? Я что-то разволновалась. Пожалуйста, послушаю моего совета. Будьте осторожны, ладно? Хорошо. Так. Свет, привет. Юра освободился? Зачем он тебе? Надо задать пару вопросов. По похищению? Ты не кричи так. А чего? Ну, все равно никого нет. Следователь ушел. Юра заперся у себя в кабинете, просила его не беспокоить. Вот я сижу тут, скучаю. Может, ты заскочишь? Слушай, ну, он же не весь день будет сидеть в кабинете. Он выйдет. Ты узнай у него, какие у него планы? Так ты сама сюда приезжай и сама его все спросишь. Я не могу. У меня с Протасовым важное дело. А вот-вот-вот, что с Протасовым? Что с Протасовым? Ну, скажи мне, пожалуйста, он с тобой или с Фельминшей? Все, Свет, я не могу больше говорить. Давай потом тебе перезвоню. Ладно? Давай. Спасибо. О чем говорили с Татьяной? Не поверишь. О тебе. Она специально за этим приезжала? Нет. Но дома оказалась моя мама, с которой у тебя, оказывается, теплые дружеские отношения. Она велела передать тебе поклон и говорила, что ты чуть ли не ангел. Что потом о тебе говорила Татьяна, лучше не повторять. Ну, видимо, что-то вроде злодей каких еще поискать, да? Примерно так. Угу. Ну, для полноты картины хотелось бы услышать и твое мнение. Можно подумать, тебе это важно. Да, важно. Ну, мы с тобой недостаточно хорошо знакомы. Что будем делать? Ну, давай просто понаблюдай. Угу. Угу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здрасьте! И вам не болей! А есть возможность немного заработать? Заработать? Да! Не, сегодня никак! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Всего пары вопросов. О Нине. А вы кто? Она у моей девушки домработница работала. А-а-а! Так вы этот, как его? Ласон Сергеевич? Он сам. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А-а-а, ну понятно. А Нина обо мне что-то рассказывала? Ха! Рассказывала. Да она этими рассказами про похищение. Мне пляж проела. Знакомьтесь, Ирина. Здрасте. Очень приятно, Денис. Очень приятно. Ну что, может быть зайдем, выпьем кофе, поговорим? Да ради Бога. Нинка, Нина, после этого похищения боялась одна дома оставаться. Ну и соседка ее, Любка, она у нас с диспетчером работает, посоветовала ей квартиранта взять. Ну, то есть меня. Так что Нина мне про похищение постоянно твердила. А что именно твердила? Ну, что там как-то все мутно, что надо помочь, спасибо. Платон Сергеевичу. Вот. А примерно недели две назад, Любка позвала нас к себе на день рождения. Ну, брат Любкин двоюродный приехал. Слово за слово. И вдруг выяснилось, что он этот самый, как его, патологоанатом. Ну, и как раз он проводил вскрытие этой Нинкиной хозяйки убитой. Ольги. Да, Ольги. Ну, и что? Ну, что-что. О чем они там говорили, я не знаю. Но после разговора с ним, Нинка как будто с катушек съехала. Говорит, я их всех выведу на чистую воду, ну и в таком духе. А что, поконкретнее? Честно, я как-то не прислушивался. Думал, баба я была аж, вот, извините. Ну, а три дня назад у меня был рейс срочный. Я домой заехал, там еды взять, ну, пятое-десятое. И тут Нина пришла, веселая такая, говорит, все, я их всех выследила, надо к Платону Сергеевичу бежать. Кого выследил? Да я не знаю, я ж говорю. Я особо так значения не передавал. Ну, кто ж знал, что все так получится. Я только спросил у нее, почему, говорю, к Платону Сергеевичу, а не в полицию. А она говорит, в полицию никак нельзя. Вот. Сказала, что заезжала к вам днем, дома не застала, а вечером собиралась наведаться снова. Ну, а что там у нее было на уме, как говорится, извинить. А как нам с этим патологоанатомом можно связаться? Так я ж могу у Любки спросить. Угу. Спасибо. Если что-то еще вспомните или, ну, там, помощь какая нужна, обращайтесь. Конечно, конечно. Чем смогу, помогу. И… Да не-не-не, ну что вы, что вы, что? Да неудобно как-то. Ну… Спасибо. До свидания. Я, с вашего позволения, тут останусь. Прокушаю. Конечно. До свидания. А ты не очень устала? Нет. Ну, тогда поедем к Альбине. Кто это? Бывшая пассия Зараева, за которую он заплатил выкуп в три миллиона рублей. По дороге расскажу. Сейчас. Алло, Альбиночка, добрый день. Меня зовут Платон Протасов. Добрый день, прошу прощения. Не пришла. Сеня, покури, пока мне поговорить нужно. Да не вопрос. Только ровно в пять я уйду. Сколько нужно, столько и будешь работать Вы, наверное, Платон? Да Очень приятно познакомиться Проходите, пожалуйста Зайна, вы, пожалуйста, знакомьтесь с Ириной Ага, присаживайтесь Сеня Штальпина Павловна, работаем Стул принеси До знакомства со Славиком я была моделью А теперь вот открыла в себе дизайнерский талант Как вы? Прекрасная, креативная Ох уж эта обслуга, я вся в вашем внимании Ну, я так понимаю, что Святослав Владимирович уже рассказал, по какому поводу Да, похищение, это было ужасно А где и когда это произошло? Я шла из фитнес-клуба Моя машина стояла на парковке в самом последнем ряду Уже стемнело, я подошла, достала из сумочки ключи и все Да и что значит все? Ну все, я ничего не помню, отключилась Они мне какую-то дрянь под нос сунули Они? То есть вы считаете? Да, да Их было двое, мужчина и женщина Они старались при мне не говорить Но когда они думали, что я еще в отключке, они перешептывались И я поняла, что там женщина тоже есть То есть голоса было два, мужской и женский А вы их видели? Нет, у меня был мешок на голове, нет А почему вы так уверены, что это была женщина? Может быть вы ошиблись? Я не ошиблась, пахла женскими духами Ну а что-нибудь еще вы запомнили? Может быть сможете предположить, где вас держали? Понятия не имею, они держали меня около суток, потом усыпили и вывезли за город Славик приехал, они ему позвонили, сказали, где меня искать И он так разозлился, не на меня, конечно, и не из-за денег Потому что, знаете, для него деньги это пустяк А то, что на его девушку посигнули, понимаете? Да, конечно Насколько я знаю, он пытался найти похитителя Да, он пытался, но я толком ничего не могу рассказать Хотя, знаете, вот я думала, 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 вот где-то я слышала этот голос То есть он мне вот знаком, но вот где, я не могу вспомнить То есть она могла быть из ваших знакомых? Нет, из знакомых я бы сразу узнала А с этой мы вот где-то виделись, но, ну понимаете, вот она как-то, ну вот Ну, она не из наших, вот, ну не нашего круга, но где-то близко А о других похищениях вы слышали? А, да, мою подружку Лизу Через месяц после меня тоже похитили А она что-то запомнила? Ну, она то же самое, что я, только может рассказать, но ей этот же голос тоже показался знакомым И представляете, мы даже с ней по ночным клубам стали ходить, чтобы вычислить эту гадину Но все бесполезно А связаться с Лизой как-то можно? Нет, она вышла замуж и переехала Зачем вам? Я же вам и так все рассказала А вы знали Дмитрия Шевчука? Нет, кто это? Зараев иногда прибегал к его услугам Вы что думаете, Славик меня с кем-нибудь знакомил? Мы с ним слишком недолго встречались Ну, хорошо, спасибо вам, Альбин Павлов Ну, что ж вы так официально Да, кстати Вот А это мой творческий псевдоним А вот этот телефон Студия и мой Спасибо Спасибо, до свидания Спасибо вам До свидания Всего доброго Заходите почаще И так Все как один отрицают причастность Шевчука к похищению Все это Альбина? Еще Зараев Ну и ты, насколько я понимаю А ты? Я уже не уверен Но других вариантов у меня нет Да, ребят наглейцы, конечно Ты о ком? Да похититель Срубить денег с Зараева, а? А что он так крут? Ну, я бы сказал по-другому Временами он становится просто невменяем А, вот там вот, неплохой ресторанчик Может прогуляемся? Прогуляемся? С чего вдруг? Ну а что, прекрасная погода Ну, пообедаем, заодно познакомимся Ты же сама сказала, что мы недостаточно хорошо знакомы Ну, сядем, расскажем друг другу о себе Ну, вообще-то у нас есть важное дело, если ты забыл Ну, я и предлагаю За обедом Обсудим, что мы будем делать дальше Дальше я собиралась поехать в офис или к Юрию домой К Юрию? А вы что, помирились? Ну, во-первых, это не твое дело Ага, а во-вторых? Я просто не догадалась спросить у него вчера Откуда он знает про похищение, если все о них так тщательно скрывали? Ну, вот это хороший вопрос Здравствуй, Леночка Спасибо, что перезвонила Ой, я очень соскучился Уже лечу? Мадам Бурденко желает меня видеть Мне казалось, она замужем Ну да Но это не останавливало от опрометчивых поступков Свет, он на работе еще? Да, вот как раз собираюсь уходить А Юрка где? Его следователя зачем-то вызвала Сразу после нашего с тобой разговора И что, он до сих пор у следователя? Ну, не знаю Видимо, может он наврал, чтобы его никто не беспокоил Ой, Свет, ладно, а потом перезвоню, ладно? Угу Посовет, пожалуйста, какой галстук лучше сюда? Вот этот или вот этот? А чего это ты так вырядился, как на деловую встречу? Мадам Бурденко не имфоматка Ей надо сразу дать понять, что встреча у нас именно деловая А к чему тогда все были эти воркования по телефону? Честно? Чтобы заставить тебя ревновать По-моему, мне это удалось Протасов, ты за кого меня принимаешь? Тебе мало Фельдманша, Альбина и мадам Бурденко? А, кстати Я заказал тебе столик неподалеку Будешь все видеть и слышать Что за глупости? Поможешь, если ситуация выйдет из-под контроля Просто подойдешь, мы уйдем вместе Угу Пожалуйста Дай мне пять минут Какой галстук-то лучше? Бордовый Спасибо, ничего не надо То есть, мое жерелье банковской ячейки Шевчука? Угу Господи, Платоша, миленький, выручай Надо его обязательно забрать оттуда Ну, знаешь, что это невозможно? Я думаю, что полицию уже приобщили его к делам Ну, все, мне конец Если муж узнает, меня просто убьют Я думаю, что ты преувеличиваешь А, он формальный псих А если еще полиция докопается, что это мое жерелье? Ну, могут и не докопаться Кстати, а ты по какой причине отдала его Шевчупу? Массажист из клуба Бес попутал Ну, откуда я знала, что там камеры кругом стоят Ах И он этим тебя шантажировал? Да, он пришел якобы денег просить Я, естественно, расхохоталась, а он Как тебе новый спортивный клуб? Что ты туда каждый день наведываешься? И что, что мне было делать? Потом я не собиралась та жерель носить, я ему ее отдала Допрыгался, значит, в шейме Ну, говорят, за ним и другие грехи Похожие даже В смысле, что ты имеешь это? Прошел слух о похищениях У богатых бизнесменов Похищали их подружек и отремливают Да, свяжут И что, фамилия известна? Да? Нет, но Точно известно, что последней в списке похищенных была Ольга Моя бывшая Ты что, шутишь? Ее же убили Угу Видимо, знала похитителей Да-да-да То есть, и Шевчука прикончили дружки, с которыми он делал, повороворачивал, да? Не знаю, что мне с трудом в это верится Ну, в смысле, что Шевчук же, он был такой осторожный тип Знаешь, я тебе скажу, твоя Оля тоже та еще штучка была Лен, вот Между прочим, она тебе извиняла Лен, ну какое еще с тобой это значит? А такое, что ради денег она могла вообще неизвестно с кем связаться Она к богатству тянулась, и этот мужик, с которым я ее видела, он был Вообще не поедем сюда, вообще не из наших Может это любовь? А может подельник? Возможно Мы на тот момент уже расстались Ну, это проще всего вычислить Вы когда разбежались? В апреле А я в марте ее видела Ну, в смысле, я собиралась на Мальдивы и хотела собачку пострить А моя грумершую ногу сломала зимой и не могла ко мне приехать, ну я к ней поехала Ты не представляешь, я ей черти куда, там эти дома такие ужасные, а папа там… Лен, подожди, ты про Ольгу хотела рассказать Блин, так я же тебе и рассказываю Я схожу в подъезд, вызываю лифт, он приезжает, там двое стоят, целуются и главное не собираются выходить Я на них наорала, они поворачиваются, ба, Оля твоя И она меня тоже узнала, и она, знаешь, капюшон набросила и быстрее мужика из подъезда выводить А грумершую адресу дашь? А зацепила, да Все же мужики одинаковые А вот банальности, Леночка, тебе совершенно не к лицу А хочешь, мы с тобой прямо сейчас едем отсюда Я тебе обещаю, не будет никаких банальностей Заманчивое предложение Пойдем Прошу Осторожно, Леночка, пока не забыл, адрес говори Подожди, подожди, какой адрес, я думала, что мы к тебе едем? Грумерши твои адрес Понятно Солнечная двадцать пять Спасибо Пожалуйста Такси, вызвать? Совсем, что ли? У меня машина своя Я прошу прощения, а девушка, которая здесь сидела? Она только что рассчиталась и ушла Как же я с ней раздавался-то Абонент временно недоступен А я повелась, вот как дура Он мне говорит Подойдешь, поможешь мне от нее избавиться А сама Леночка, Леночка и побежался за ней А я сижу там, вот как дура, честное слово Лид, ну обидно конечно, но может он просто пошел ее проводить? Ага, конечно проводить, я бы слышала, как они там бурковали А самое главное, что он постоянно врет Говорит, что переживает за меня сам Вот может меня уже убили сто раз, а ему вообще все равно Да Я конечно, тебя такой никогда не видела Значит я была права В чем права? Влюбилась ты, мать, не по-детски А, конечно влюбилась Да, влюбилась, а мне говорила, нет, мне не дано Если у меня в юности этого не было, то сейчас и подавно Влюбилась Вот где сейчас он? Я пропала, ему и дела нет до этого Ир, а ты телефон не хочешь включить? Ну хорошо, хорошо, я включу Только я готова поспорить с тобой, там даже сообщения не будет Угу Вот видишь, ничего Двадцать три пробочных вызова и сообщения Ну ответь уже Алло, я у Светы Фу Говори адрес, я сейчас приеду Ага, понял Ребят, почтовая двенадцать, поехали Все, ребят, спасибо. Свободны А, простите Послушай, ты меня Будем считать, что взаимные извинения приняли А кто это был с тобой? Ребята из моей службы безопасности Ну, ты на телефон не отвечаешь, у меня дома тебя нет, у тебя тоже Ты что, подумал, что меня похитили? Ну, как худший вариант – да А как лучший? Ну, я бы не стал так формулировать Я подумал, что ты поехала к Юрию А Он, кстати, так и не появился в офисе и на звонки не отвечает Может быть, завтра попробуем застать его дома? Угу Ну, допустим, наводчик все-таки Шевчук Ну, кто тогда эта женщина? Даже лучше общалась с Шевчуком? Ну, знаешь, в последнее время мы почти не общались А может быть, это правда Ольга? Как намекала нам мадам Бурденко? Да нет, я думал, не получается Почему не получается? Ну, смотри Допустим, похищение делал рук Ольги и Шевчука Потом они что-то не поделили Шевчук убил Ольгу, замаскировав под похищение Ну, кто из-за что убил Шевчука? Адам Бурденко дала мне адрес дома, где она видела Ольгу Мне завтра должны подготовить список жильцов этого подъезда Зачем? Ну, вдруг у Ольги был подельник, любовник, кто угодно Нет, я, конечно, не хочу верить в ее причастность к убийству, но… Но что? Есть один веский аргумент Ольга любила деньги больше, чем что бы то ни было Поэтому вы с ней расстались? В итоге, да Видимо, я идеалист и все Жду, что встречу настоящую любовь Нам завтра рано вставать Спокойной ночи Спокойной А можно задать тебе бестактный вопрос? Ты собиралась выйти замуж за него по расчету или все-таки по любви? Просто как-то не верится На самом деле, ни то, ни другое Просто я думала, что уважительного отношения друг к другу будет достаточно И он так красиво ухаживал До этой истории с Шевчуком нельзя было заподозрить его в непорядочности Господи, ты рассуждаешь, как сорокалетняя женщина Что за цель такая? Выйти замуж любой ценой Просто я не влюблялась до сих пор До сих пор, это до каких? Нам направо сейчас, за светофором Ира! Ира, деточка! Нет! Нет нашего больше Юрочки Как нет? А что с ним? Из окна выпал То ли по неосторожности, то ли сам следователь сказал А когда? Утром, в пятом часу Причал так, шутка Я от крика-то и проснулась Кинулась к окну А он там, на асфальте, лежит А вы в окно смотрели, простите, пожалуйста А из-за отъезда никто не убегал? Ты что думаешь, что его… Да я как увидела его, сразу похолодела Стаю, двигаться не могу А потом очнулась и сразу стала в полицию звонить Ирина Петровна Атлан Сергеевич Добрый день Здрасте А я могу полюбопытствовать, какими судьбами объяснить? Ирина Петровна узнала о произошедшем? Да, да, да А дальше все как обычно Она позвонила вам, и вот вы снова вместе здесь Ага Ирина Петровна, я попрошу вас задержаться, пожалуйста Мне нужно задать вам несколько вопросов И мы только закончим вопрос жильцов А можно я потом к вам подъеду в отделение? Ну что ж, так даже и лучше Через два часа у меня в отделе, хорошо? Поехали! Слушай, а можно мы прогуляемся? Я воздухом хочу подышать Хорошо, пойдем Ну смотри, правильно ли я тебя понял Прости, можно я возьму? Ага, спасибо Смотри Входная дверь находится прямо напротив комнаты Здесь окно, здесь арка Да? Угу Поэтому занавеска могла всколыхнуть снаружи только при потоке воздуха Ну, например, если открыли входную дверь Но соседка сказала, что занавеска взлетела уже после Именно Ты что, хочешь сказать, что его… Именно Юрию кто-то помог упасть Какой ужас Понятно, значит, на следующий день после убийства Шевчука Вы с Сикорским расстались, я правильно вас понимаю? Да А когда вы с ним, так сказать, еще общались, вы не слышали от него угрозы в адрес Шевчука, Дмитрия Олеговича? Нет А про тендер? Про тендер слышала Он говорил, что очень много денег потерял, но я не знала, что Шевчук в этом замешан Ну вот, все сходится Что именно? Вчера гражданин Сикорский признался мне, что угрожал расправиться с Шевчуком Но уверял, что к убийству не имеет никакого отношения Я думаю, что он пришел домой Может быть, выпил И настигла Юрия Федоровича запоздатое раскаяние Вы что, хотите сказать, что Юра сам? Нет, вы знаете, он не мог сам совершить самоубийство Не мог Елена Петровна, это все эмоции А факты, они говорят об обратном Ну что? Пыталась убедить следователя, что это было не самоубийство А? Ну, бесполезно Он уверен, что Юрка выпрыгнул из окна в приступе раскаяния из-за того, что он убил Шевчука Ну, конечно Им же удобнее два дела сразу закрыть А убийцы нервничают И убирает одного с другим Опережает нас на пару шагов Знаешь, мне сегодня стало так жутко, будто нас подслушивает Только я сказала, что пойду к Юрке и… А кому ты о нем рассказывала? Угу Светке говорила Она, конечно, могла сказать Олегу, но клуб работает до шести утра А это произошло намного раньше И алиби Олега проверить проще простого, он же все время на виду Да, опять тупик И Таня еще говорила вчера Нет, это вряд ли Но поговорить с ней стоит Мы же не знаем, с кем она сейчас общается Едем? Вместе? Да Да Смотри, собирается выезжать Поедем за ней? По-дурацки как-то Мы что, следим за ней? Нет Ну, если честно, я предпочел бы с ней встретиться где-то в людном месте, а не у нее дома Дома она наверняка станет сразу меня обвинять А вот в общественном месте скандале, насколько я понял из твоих рассказов, точно не станет Пожалуй, ты прав Дома она вовлевым Люди 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, мне все это не нравится. Таня, конечно, очень изменилась, но все-таки она была моя лучшая подруга. Я не хочу за ней спиодить. Ты посмотри на это с другой стороны. Мы не знаем, кто убийца, но за последние четыре дня он убил уже трое. Ну да. Если с ней что-нибудь случится, я никогда с ней не прощу. А если мы все это придумали, она нас заметит, нам вообще тогда не оправдаться. Мы постараемся, чтобы не заметила. Смотри. А знаешь, кто это? Нет. Это Суриков. Следователь, который ведет дело о похищении и убийстве Ольги. То есть, тебе не кажется подозрительным, что полицейский, расследующий убийство Ольги, завел роман с ее сестрой? Нет, не кажется. Ну а что, люди и при более странных обстоятельствах знакомятся? Ну, возможно, я не объективен. Все-таки слишком много крови из меня попил этот гражданин. А почему они встречаются тайно? Ну, вот это может быть как раз из соображений профессиональной этики. Он все-таки занимается этим делом и... Хотя нет, глупость какая-то. А, есть еще один вариант. Он более банальный. Он женат. Алло. Денис? А, Денис. Квартирант, да, я понял. А, да. Хорошо. Говорите адрес. Говорите, я запомню. Все, спасибо. Спасибо, Денис. Ага. Ну, что, про Сурикова мы узнаем все позже. Сейчас едем в морг к патологоанатому. Денис сказал, вас интересует Ольга Сипагина. Да. Хотите посмотреть протокол вскрытия? А можно это своими словами, на что-то без анатомических подробностей? Если своими словами, то смерть наступила в результате огнестрельного ранения, пуля вошла под лопатку и угодила в сердце. Вот, собственно, и все. Ничего странного? Ну, вот как раз это и странно. В каком смысле? Если от похищенной решили избавиться, куда вернее стрелять в голову или в грудь, ну, чтобы наверняка. Угу. Ну, а если она пыталась сбежать? Да. Вероятно, так оно и было. Ну, далеко не убежала. Шаг два. Выстрел был произведен с очень близкого расстояния. Да, и ни на руках, ни на ногах нет никаких следов. То есть, иными словами, жертва не была связана. То есть, они держали ее там несколько дней и даже не связали? Нет. Ее убили в день похищения. Максимум вечером. И когда за нее требовали выкуп, она, вероятно, была уже мертва. Ну, да. Сэр Григорий Александрович, помните, вы на дне рождения своей сестры разговаривали с Ниной, ее соседкой? А не вспомните вы, что именно в вашем разговоре заинтересовало Нину? Да Денис уже спрашивал. Ну, день рождения, сами понимаете, выпили, поговорили, а о чем? Ну, хорошо. Если вы что-то вспомните, вы, пожалуйста, позвоните мне. Да, если вспомню, обязательно перезвоните. Добрый день, Иван Андреевич, у меня к вам будет просьба. Не могли бы вы посмотреть, не открывала ли в вашем банке счет Сипагина Ольга Витальевна? Да. Перезвоните, да? Хорошо, спасибо вам. Что нам это дает? Ну, пока не знаю, но надо проверить все версии. Если Ольга с Шевчуком были подельниками, почему бы ей не хранить деньги в том же банке? Ну, а даже если это так, то ничего не доказывает. Да, Иван Андреевич. А, вот как. Ну, да, понятно. Хорошо, спасибо. Да нет, пожалуй. А, все-таки да. Да. А, Иван Андреевич, не могли бы вы посмотреть еще одну фамилию? Новикова Татьяна. А, вот как. Спасибо, я ваш должник. Итак, Ольга никогда не была их клиенткой, но вот полгода назад ячейку арендовала ее сестра. Ну, а что, вполне логично. Развелась с мужем, получила деньги, открыла ячейку. А, подожди, когда это было? Полгода назад? Да. Нет, полгода назад я еще с ней общалась, я ей никакие деньги на отсуживать не собиралась. Она разозлилась на мужа только после убийства Ольги, за то, что он не дал выкуп. И развелись они недавно, мне Шевчук говорил. Давай-ка доедем до банка. Глотот Сергеевич, согласитесь, одно дело, когда клиента уже нет, и совсем другое дело, когда он может явиться в любой момент. Иван Андреевич, ну, пять минут, я вам обещаю. Ладно, сейчас принесу. Лап, что-то Иван Андреевич прав. Некрасиво получается. Ну, некрасиво, конечно. Но боюсь, что иначе мы вообще ничего не поймем. Прошу. Иван Андреевич, ну, а нет у вас, честно, детектора? Вот они. Зараевские денежки. Ну, боюсь, что так. Ну, и что мне теперь делать? Ну, во-первых, пока ничего не предпринимаете. Да. И Зараеву ни слова. Значит, понимаете, как хорошо поднимется это все. А, и у меня к вам будет посьба. Если Татьяна наведается в банк, пожалуйста, сообщите мне. Хорошо? Обязательно сообщу. Спасибо. Нет, этого просто не может быть. Я знаю Таню. Она сдачу всегда кассирам отдает, если ей лишь пять копеек дали. Ну, а как тогда объяснить все то, что мы сейчас видели? Как угодно, я не знаю. Я скорее поверю, что это Ольга под видом Тани. С ее паспортом пришла и открыла ячейку. Конечно, настолько похоже. Ну, их даже бабушка путала иногда. Ну, хорошо. Допустим, это Ольга. Вопрос. Знала ли Татьяна о существовании ячейки, а ее содержима? Может, она нашла ключ, когда Ольге не стало? Тогда, получается, что знала. Поэтому она, наверное, себя так странно ведет. Конечно, узнать о сестре такое. А ее роман с Суриковым как совсем этим дарит. А если она затеяла свое расследование и встречается с ним, чтобы узнавать все новости первые? Нет, слишком цинично, да, для нее. А может быть, у нее был роман с ним давно, а твоя мадам Бурденко просто перепутала? Хотя, если бы у нее кто-то был, я бы наверняка знала об этом. Но ты спроси на всякий случай у своей этой Бурденко, какого цвета у нее были волосы. Таня никогда не красилась, а Ольга лет 16 стала брюнеткой и, наверное, перекрасилась в свой натуральный цвет только за неделю до смерти. О, легка на помине. А, да, Леночка. Да, мы так стремительно вчера расстались. А, что ты, дорогая, я готов. Хоть сейчас, только скажи, куда. Завтра утром? Хорошо, договорились. Только имей в виду, и я с тобой больше не поеду. Я не хочу больше слушать вашего ракования. У меня просто нет на это сил. К тому же мне надо заехать домой, послезавтра похороны Шевчука, а мне нечего надеть. Только я тебя туда отвезу, а потом сразу заберу. Договорились? Ладно. Знаешь, чего мне больше всего сейчас хочется? Чего же? Открыть глаза и оказаться у себя в квартире. И знать, что это просто дурной сон, который наконец-то закончился. Тебе, а мне так плохо? Нет, я... Я не о тебе. Просто... Все это так страшно. Нина, Димка, Юра. А теперь эти деньги в Таниной ячейке. И просто я, ну, понимаешь, я не знаю, что думать и кому верить. Я надеюсь, мне ты веришь? Тебе да. Пожалуйста, обещай, что дождешься меня. Мы же договорились. Я позвоню сразу же, как поговорю с Бурданкой. Хорошо. Помнишь, ты говорила, что Ольга, когда увидела тебя, накинула капюшу? Ну, и что? Ну, ты ведь успела заметить, какого цвета ее волос? Протасов, с тобой вообще все в порядке. Ну, какого цвета у Ольги могут быть волосы, если она всю жизнь красилась в брюнетку? То есть, там в лифте точно была брюнетка. Прости, мне это очень важно. Ну, конечно, брюнетка. Ну, что тебе, что тебе, по слогам повторить? Мне очень помогло. Абонент временно недоступен. Да что ж такое-то? Леночка, ты чудо. Я твой должник. Послушай, Протасов, а это правда, что ты дочку Фельдману на какую-то горничную применял? Угу. Прости, спешу. Береги себя. Значит, правда. Ну, ты где? Ты что, трубку-то не берешь? Я пятый раз тебе звоню. Да у меня просто телефон был в ванной, а у меня там плохо ловит. Фу. Ну, хорошо, я к тебе еду, минут через пятнадцать буду. Хорошо, да. Давай, ага, давай. Чего-то надолго в отключке. Ну, и ладно. Нам хлопот меньше. Слушай, а чего-то он с ней делать собирается. Кто? Мент? Никто я обо чем-то знаю. Ему таких вопросов не задают. Это точно. Сволочь редкостная. С ним связываться себе дороже. Угу. Погоди. По-моему, кто-то приехал. Похоже, он. Ну, пойду посмотрю. Где она? Где она? Там, там. Тихо. Тихо, не ори. Сколько вас еще? Я и курю. Вперед. Где вперед? Вперед. Встал! Быстро! Встал! Руки вверх! Кто-то видел? Где она? Там. Иди туда. Лицо в стене. Развяжи ее. Кто вас нанял? Да мы даже имени его не знаем. Знаем только, что он в полиции служит. Подсел к нам в кафе, показал, он ее фотку и велел похититься, суда привезти. Больше ничего не знаем. Да он же сам сейчас приедет. Вяжи его. Как ты меня нашел? Я зашел к тебе во двор, увидел, как двое заталкивают тебя в машину и, естественно, рванул за ними. Я хотел сначала позвонить в полицию, но потом подумал, что сам справлюсь. Ты сильно испугалась? Да нет. Я очнулась за минуту до твоего прихода. Тихо. А если ты не звонил в полицию, откуда он узнал? Свет очевиден. Именно он заказал тебя похищать. Едем за ним? Нет. Я думаю, что он убрал единственное доказательство собственной причастности. Подожди меня здесь. Но… Что там? Оба мертвы. Он их пристрелил. Поехали в полицию? Нет. Нет, не сейчас. А когда? Когда он еще кого-нибудь пристрелит? Для полиции у нас нет никаких доказательств причастности Сорикова. Теперь-то я понимаю, что тут теперь был именно он. Но мы не можем предоставить запись с камер видеонаблюдения в моем подъезде, потому что им придется признаться, что мы скрыли убийство Нины на моей квартире. Слушай, а ты думаешь, что Юрку тоже убил Сориков? А больше никому. И узнать о Юрии он мог только от Татьяны. Мадам Бурденко подтвердила, что тогда в лифте была именно Ольга. Я думаю, что они работали на пару. Она подыскивала жертв похищений, а он организовывал, контролировал, чтобы полиция ничего не узнала. А потом просто убрал ее, как ненужную свидетельницу. Ну, и чтоб не поделили. Ты представляешь, что она могла так подставить родную сестру? Представляю. Ради денег она готова была на что угодно. Едем к Тане. Расскажем ей все. Молодые люди! А вы к кому? Здрасте. Здрасте. А, я вас помню. Вы? Вы подруга Татьяны. Да, мы с Таней договорились встретиться, а она не открывает. Так нет никого. Татьяна уехала, а Тома... Том, выходи! Вы только не говорите Татьяне, пожалуйста, что Тома ко мне в гости заходила. Она ей запрещает соседями-то общаться. Здрасте. Здрасте. А вы не знаете, куда Таня уехала? Откуда ж? Она мне не отчитывается. Уехала. Сказала Томе, что надолго. Заплатила ей за месяц вперед. Ну, чего ты? Чего ты в самом деле? Люди-то перед тобой чем провинились? За границу она, наверное, уехала. Потому что не могла долго найти загранпаспорт. Наорала на меня, как будто я виновата в том, что она не помнит, куда она его задевала. Причем вдруг, ни с того ни с сего, как с цепи сорвалась. А до нас слух дошел, что у Татьяны мужчина какой-то появился. Может быть, это он на нее так влияет? Да нет у нее никого. Она сама из дома почти не выходит. Ну, а к ней уж вообще никто не заходит в гости. Хотя нет. В воскресенье к ней заезжал такой видный мужчина. Она его Димой называла. Ну, пробыла где-то сейчас. О чем разговаривали, не слышала, но он вышел очень довольный. А она, наоборот, стала кому-то звонить и так зло разговаривать. А давно она уехала? Да минут 20 до вашего приезда. Жаль, что не застали. Спасибо вам большое. Спасибо. Если позвонить, что передать? Нет, ничего не надо. Спасибо. До свидания. До свидания. Где же нам теперь ее искать? Ну, понятно, что из дома его уменял Суриков, видимо, решил бежать. И позвал ее с собой? И Танька вот так сразу согласилась, не раздумывая? Ну, если она нам доверяет, то почему нет? Хотя… Что? Если у него был роман с Ольгой, а Татьяну он прикрывался только для того, чтобы подобраться к денежкам. Это, кстати говоря, твоя версия. И ты думаешь, что он теперь от нее избавится? Ну, надеюсь, все же не раньше, чем вынудит ее забрать деньги из банковской ячейки. Да, Иван Андреевич. Добрый день. Платон Сергеевич, три миллиона я подготовил. Ой, Иван Андреевич, отбой. Простите, что не перезвонил сразу. Да не страшно, Платон Сергеевич. Тут вот еще какое дело. Вы просили про Новику Татьяну вам сообщить. Так. И что? Так она только что деньги забрала и ушла. Как давно? Ну, минут пять назад. Иван Андреевич, спасибо, что перезвонили. Может, в полицию звонить? Не-не-не-не, не надо. Я вам потом все объясню. Договорились? Да, конечно. Спасибо. Сейчас надежда только на твою интуицию. У Сурикова мало времени. Но ради денег он решил рискнуть. Встречаются они тайно. И встречу он, скорее всего, назначит у него на даче. Ну, под предлогом того, что ему нужно ей все объяснить. А Танька, она наивная, как ребенок. У семьи. Ты что-нибудь понимаешь? Боюсь, что да Платон Сергеевич, здравствуйте, это Сергей Александрович, патологоанатом Да, здравствуйте, Сергей Александрович, вы что-то вспомнили? Да, я перелистал внимательно протокол вскрытия и вспомнил Нина удивилась, когда я сказал, что у жертвы волосы были в идеальном состоянии Сейчас такие редко встретишь Без всяких следов химии или окрашивания красивые здоровые волосы Вот, уж не знаю, помог ли вам чем-то Да, Сергей Александрович, вы очень во время и очень помогли, спасибо Он что-то путает Я думаю, что ты уже все поняла ПОДПИШИТССЯ КОНЕЦ Доли твоего дружка, да? А ты ничего не докажешь? Как ты могла свою сестру из-за денег? Да? Можно подумать, ты с ним не ради денег. Или он бросил меня не ради денег этой тупой фельмальши? Нет. Я просто не любил тебя. Ты с ума сошла, что ли? Она же могла выстрелить. Ага. Зря я тогда не разрешила Сурикову грохнуть тебе вместе с Ниной. Она вас высказала? Да. И поняла, что ты не Татьяна? Да. Нашла какого-то патологоанатому и пришла доказывать Сурикову, что у меня волосы крашены и покойницы были натуральные. Он ее выпроводил. Но она же не успокоилась. А Шевчука ты за что? А не эти во мне вопросы всякие задавать. Что да как было? Откуда я знаю, какие у них дела были мы с моей полоумной сестрицей? Да ты мизинца ее не стоишь! Да? А если бы не ты, она, может, была бы сейчас жива. Ведь это ты ее подговорила. Давай не будем ничего отсуживать. Мы такие правильные, нам ничего не надо. Да, и спасибо вам за версию с Тендером. Ну, что ты сейчас делаешь? Сдашь меня ментам? А что ты им скажешь? Доказательств-то нет. Я все время дома сидела, и Тома там свидетель. Тварь! Забери ее сумку. Водила она слабенькая, так что, думаю, догоним. У тебя есть номер телефона следователя? Да. Звони. Говори, что есть неопровержимые доказательства, признательные показания. Пусть объявляют план перехвата. Что с водителем? Помощь нужна? Да нет уже. Нас же так гонять. Чуть нас не сбило. Ир, ты точно кофе не будешь? Ой, ясно. Знаешь, вот по-моему, по-моему, вы оба ненормальные. То ради друг друга на заряженный пистолет кидаетесь, то потом давай созвонимся, и все, и тишина. Он звонил вчера, спросил, как дела. Ну и кто? Ну что, я сказала, нормально, но за вещами потом приеду. Это очень романтично, Ир, очень. Вот именно это и он и хотел услышать. Ну, Свет, что я могу? Он когда мне звонит, я теряюсь. Так, ладно. Вы попрощались вы как? Да никак. Я начала следователю рассказывать, про Таньку подумала, разрыдалась, остановиться не могла. Про Таньку сказал, что сам все объяснит, и следователь вызвал мне служебную машину и отвез меня домой. Так а почему ты не поехала к нему? Ну, неудобно. Ир, ты прости, мне бежать надо, просто мы с Олегом договорились встретиться. Да, конечно. Привет вам передавай. Какого у нас дела? У нас, знаешь, все лучше не бывает. Я обязательно передам. И позвони мне обязательно после. Сиди, сиди, я дверь сама закрою. Ну, что ж ты без приглашения? Конечно. Конечно. Поехали домой. Это моя группа поддержки. На случай, если мне не удастся уговорить тебя с мамой. Поехали. Если ты не против, конечно. Поехали.